Мы встретились снова. У нас с тобой незаконченное дело. Ты должен помочь убить моего заклятого врага. Взамен я спасу твою семью. И ты не можешь отказаться. Прошел год с релиза второй части Splatterhouse. И вот выходит третья. Снова эксклюзивно для Sega Mega Drive. Ее также разработали Now Production. Но в отличие от предыдущей части, концепция была полностью изменена. Игра вышла в двух регионах. Япония и Америка. Игнорируя Европу. Третья часть изначально затачивалась под выпуск в США. А английский был единственным языком даже в японской версии. Что до сих пор возмущает японских фанатов. Из-за плохих продаж второй части в Японии упор был сделан на англоязычную аудиторию. Все-таки в Splatterhouse 2 была масса отсылок к американским фильмам ужасов. И не все японцы понимали это. Теперь маска напоминала череп. А арт для обоих версий был один. Нарисованный американским иллюстратором Джули Белл. Сюжет был выстроен таким образом, что легко сочетался с версиями сюжета обоих регионов. К примеру, в Splatterhouse 3, маска ада, ужаса, называется просто маска, что подходит к обоим версиям. А те сюжетные различия, что и были, описаны отдельно в мануалах. За исключением начального экрана, все сюжетные заставки практически одинаковые в обоих версиях. Различия же были в геймплейной механике, но об этом я расскажу попозже. Прошло 5 лет событий в Splatterhouse 2. Рик и Дженнифер поженились, и у них родился сын. Его назвали Дэвид. Они даже не подозревали, что запретная печать, которую разрушил Рик, сдерживала абсолютное зло в мире мертвых. Да, фальшивый бог из второй части – это сам дьявол. Король злых богов, живущий в другом мире. Но просто так он не может выбраться на волю. Для этого должны быть соблюдены два условия. Нужна жертва, но не обычная, а медиум и лунное затмение. И как ни странно, Дэвид, сын Рика, как раз подходит для этого. А лунное затмение уже этой ночью. Злые боги выбрались из мира мертвых и хотят помочь своему хозяину обрести свободу, используя для этого темный камень – магический артефакт полной темной энергии. Вернувшись домой, Рика обнаружил, что его особняк захвачен злом. И тут же появилась маска. С названиями не обошлось без путаницы. В западной версии второй части фальшивого бога называют Evil One. Именно такое название у него в сюжетных текстах Splatterhouse 3, чтобы американцы поняли, что это тот же самый персонаж, что и во второй части. Обычно у нас это переводят как «зловещий», «злой». И это правильно, если делать буквальный перевод каждого слова. Но в данном случае у нас устойчивое выражение. И его более правильно перевести как «дьявол», «лукавый», «сатана» или «нечистый». Также в японском мануале его называют «король злых богов». В обзоре я его буду называть просто «дьявол». Splatterhouse 3 разительно отличается от первых двух частей. По мне, это абсолютно другая игра. Переосмысление серии. Теперь это классический бит-эмап, наподобие Final Fight и Streets of Rage. Персонаж может двигаться во всех четырех направлениях, а прохождение этапов полностью нелинейно. Претерпела изменения и боевая система. Теперь удары рукой Рико не такие мощные, как раньше. Но появились броски, комбо-удары и специальные приемы. Также можно прыгать и бить ногой в прыжке. А вот подкат был убран. Хоть и некоторые монстры могут им пользоваться. Большинство врагов – это измененные версии старых противников из первых частей. Но есть и новые. Все монстры имеют несколько видов, различающихся по цвету и живучести. Избиение врагов отлично передано графически. Они стекают кровью. У них ломаются челюсти, отрываются части тел, деформируются черепа. Все это выглядит просто отлично. Сам Рик теперь не похож на гориллу и имеет более пропорциональное строение тела. Движок игры остался тем же, что и во второй части. Все же темные и сочные цвета, детальные спрайты и красивая анимация. Игра буквально выжимает все соки из мегадрайва. Теперь у нас нормальный лайфбар. Рик может выдерживать больше пяти ударов. А если умрем, то начнем в том же самом месте. Пока есть жизни. А если они кончаются – не беда. Есть бесконечные продолжения и пароли. В меню игры можно выбрать сложность. Чем она легче, тем меньше монстров нападает на Рика в комнатах. И наоборот. Исчезла система очков, которые мы получали за убийство врагов. Появились предметы, которые можно подобрать во время прохождения. Сердце демона, пополняющее лайфбар, выпадает из крупных монстров. Книга жизни, дающая дополнительную жизнь, находится в некоторых комнатах и бонусных этапах. И камень силы, пополняющий энергию, раскиданный по всему особняку и выпадает из монстров. С помощью этой энергии Рик может превратиться в повара-апа Рика. У него становится в два раза больше мышц. И все его атаки наносят усиленный урон. Собирая камни силы, мы заполняем энергетический бар в нижнем левом углу. В форме повара-апа Рика энергия будет убывать, а также тратится на выполнение суперудара. Который не только наносит мощный урон, но и раскидывает всех врагов вокруг героя. Как только все враги в комнате будут убиты, Рик вернется в прежнюю форму, а полоска энергии обнулится. У обычного Рика есть аналог суператаки. Удар с вертушки, но он очень слабый и используется в основном тогда, когда нас окружили. Он также отлично роняет врагов. А в этой игре, чтобы стать персонажем, нужно несколько секунд. И Рику тоже. Если его собьют с ног, он будет долго вставать. А это чревато, так как теперь у нас ограничение по времени. В верхнем левом углу тикает таймер. Нужно успеть пройти уровень за определенное время. Иначе произойдут непоправимые сюжетные события. И умрут родные Рика. А это, в свою очередь, влияет на концовку игры. Их теперь аж 4 штуки. Конечно, можно игнорировать таймер. Но тогда мы получим худшую концовку. Дом Рика состоит из трех этажей подвала. Они все выглядят, как небольшой лабиринт, состоящий из кучи комнат и дверей. Причем нескольких видов. Войдя в комнату, двери закрываются. И нас не выпустят, пока все враги не умрут. После зачистки монстры не респаунятся. И можно свободно бродить по дому. Помимо комнат с врагами, есть комнаты-ловушки. В них нет обычных монстров. Только ловушки или бессмертные враги, от которых нужно уворачиваться. Шипы. Отрубленные руки. Гигантские руки. Полтергейст. В игре есть карта, чтобы не заблудиться. На ней отмечена красным крестом конечная цель. Желтые двери-телепорты. Которые перемещают героя в разные места. Белые двери. Двери, в которые можно войти только с одной стороны. С какой именно, мы не знаем. Поэтому запросто можно попасть в тупик. На каждом уровне нужно искать самый короткий путь до отмеченного места. Если, конечно, мы хотим спасти Дэвида и Дженнифер. Там нас будет ждать босс. Один из злых богов. Как и в прошлых частях, битвы с ними разнообразны. И интересны. Никуда не делось и фирменное для серии Сплэттерхаус оружие. Деревянный брусок, бита, труба, нож, топор, бетонный блок и каменная шкатулка. Жаль только, что не дробовика. Урон от каждого типа оружия по-прежнему отлично анимирован. Враги сочно разрубаются и расплющиваются. Оружие, как и прежде, не ломается. Но теперь, если мы его уроним, появится дух, который попытается схватить оружие и унести в специальную комнату. Если ее найти, то можно получить его обратно. Изменения претерпела не только игровая механика, но и подача сюжета. Теперь он более объемен, и заставки появляются не только между уровнями, но и во время прохождения этапа. А благодаря системе с таймером он стал нелинейным и зависит от того, спасли вы Дженнифер и Дэвида или нет. Текста стало больше. Маска стала более разговорчивой. Да и сам дьявол не прощит связаться с Риком. Заставки выполнены очень интересно. В них использовались оцифрованные фотографии реальных актеров. Это придает им мрачности и реалистичности. Они успешно справляются с нагнетанием атмосферы. И вкупе с мрачной музыкой могут нагнать жути на особо впечатлительных игроков. В сплэттерхаус 3 всего 6 этапов. Первые 3 это этажи дома Рика. Четвертый это подвал. Пятый подземелье под домом. И шестой схватка с финальным боссом. Также есть бонусный этап, в который мы попадаем, если быстро закончим уровень. Рик, покажи им, кто в доме хозяин. Нужно найти Дженнифер и Дэвида. Первый этап это первый этаж особняка. Наши враги здесь это безрукие, безголовые мертвецы. И аналоги кричащих мими из второй части. Они также прыгают на Рика и бьют рукой когтем. И под конец толстые мертвецы. Отсылка к боссу второй части. Они неповоротливы, но мощные. И могут снять весь лайфбар всего двумя ударами. Во время прохождения этого этажа нам будут показывать заставки, в которых Дженнифер убегает от чудовища. Временной лимит первого этапа 8 минут. Если время кончится, монстр убьет Дженнифер. Если проигнорировать временной лимит, то можно походить по дому и найти пару интересных комнат. В одной будет висеть портрет девушки. Если к нему подойти, то резко появятся три царапины, из которых потечет кровь. Эта картина Франциско де Гоя. Портрет Доны Изабель де Парсель. Также в другой комнате висит еще одна картина де Гоя. Сатурн, пожирающий своего сына. На картине изображен Титан Кронос, который, опасаясь быть свергнутым своими отпрысками, пожирает всех своих детей. Жуткая картина. Также есть странная комната, где с потолка падают трупы и разбиваются в дребезги. Зачем она здесь? В конце этапа нас ждет огромный мутировавший красный червь на ножках. Из первых частей. Но это не босс. Он просто убегает. А сразимся мы со стражем Ада. Огромным монстром, который прыгает вокруг нас и атакует рукой. В битве с ним выясняем, что теперь боссы могут блокировать наши удары. После того, как снесем ему пол головы, он начнет бить третьей рукой изо рта. Убив его, спасаем Дженнифер. Но Маска сообщает, что красный червь запустил в нее своих паразитов. И если Рик хочет спасти Дженнифер, то должен убить его. В противном случае паразит доберется до ее мозга. И она превратится в безумного монстра. Место, где паразит влез Дженнифер, это отсылка к первой части Зловещих Мертвецов. Рик в ярости отправляется в погоню за черьем на второй этаж. На первых четырех этапах есть два вида бонусных уровней. Сад и пещеры. На них можно добыть дополнительные жизни. В сад мы попадаем, если после прохождения этапа в запасе у нас останется 3 минуты. В пещеры, если 5 минут. После их прохождения следующий уровень пропускается. То есть попав в пещеры, на первом этапе, пройдя их, попадем на третий. Название бонусных уровней «Странная зона». И музыка на них и в некоторых заставках это отсылка к сериалу «Сумеречная зона» с 59-го года. Рик, поспеши. Или Дженнифер превратится в безумного монстра. Ха-ха-ха-ха-ха. На прохождение второго этапа нам также дается 8 минут. Все то же самое, что и на первом этапе. Убиваем монстров и идем самым коротким путем. Здесь появятся новые враги – головастики. Они очень живучие, а также босс первого уровня, теперь обычный враг. Из необычных комнат на втором этаже только скотобойня. В ней мы найдем тесак, а с потолка выпадает труп. Если Дженнифер умерла на предыдущем этапе, дьявол будет связываться с Риком и издеваться над ним. Рик, ты будешь страдать. Ты сдохнешь. Так же, как твоя драгоценная жена. Если Дженнифер выжила, то нам будут говорить, как паразит постепенно подбирается к ее мозгу, нагнетая атмосферу. Нужно успеть дойти до босса, пока таймер не показал 2 минуты. В противном случае Дженнифер не спасти. Дойдя до босса, он начнет нас атаковать маленькими червями, как из первой части, стараясь держать нас на расстоянии. Во второй стадии у него взорвется голова, и он будет таранить Рика и блокировать удары. Если убьем его, пока таймер не вышел, Дженнифер выживет. Если нет, то она превратится в безумного монстра и умрет. Это отсылка к тому, что случилось с ней в первой части. Вполне возможно, таким образом ее и превратили в монстра. Хочу заметить, что картинка с обезумевшей Дженнифер довольно криповая, и в интернете есть много сообщений от людей, которым она в детстве подпортила психику. Сам момент действительно жуткий и не оставит никого равнодушным. Тридея из паразита в мозгу – отсылка к фильму «Ночь кошмаров» 1986 года. В ней инопланетные паразиты забирались людям в мозг и делали из них безумных кровожадных зомби. После убийства босса паразит умирает, и Дженнифер спасена. Рик слышит крик Дэвида и спешит на третий этаж. На третьем этаже нас встретит новый вид монстров – зомби с птичьей головой. Они опасны тем, что умеют делать подкат, который сбивает Рика с ног. Также нам встретятся толстяки и головастики. В библиотеке нас закидает книгами и стульями полтергейст. А между делом будут показывать Дэвида, который прячется от монстров в своей комнате. Нам нужно попасть туда. На прохождение дается 10 минут. Если не успеем, то Дэвид не умрет. Как ни странно, на этом уровне не важно, уложимся мы в таймер или нет. Здесь есть одна интересная комната «Скример». В ней стоит пианино, а на нем играет призрак. Если к нему подойти, он резко с криком улетит. Добравшись до детской, видим Дэвида, сидящего на полу. Но не все так просто. Это злой дух. Он вселяется в огромного плюшевого медведя. На первой стадии босс практически безобиден. Лишь изредка будет атаковать нас подкатом. А после игрушка разорвется, и призрак покажет свою настоящую форму. Это уродливый монстр с длинными руками и пастью на груди. Он носится по комнате, атакуя Рика, при этом легко блокируя удары. Битва с плюшевым медведем – это отсылка к фильму «Демонические игрушки» 92-го года. В нем женщина-полицейский, преследуя преступника, попала на склад с игрушками. Все бы ничего, но эти игрушки оживил древний демон, и они хотят убивать. После смерти медведя Рик спрашивает у маски, куда забрали Дэвида. А она рассказывает, что в темный камень была помещена вся темная магия мира. И если она выйдет из него, мира хватит ужас, а Дэвид – ключ к этому камню. Для этого его должны принести в жертву в полнолунии. Рик слышит крик Дэвида из подвала и идет туда. Дэвид – необычный ребенок. Они хотят использовать его в ритуале. Рик в подвале. Нам дается 10 минут. И теперь, если не успеем пройти этап, Дэвид точно умрет. Враги здесь – Мими, птицеголовые зомби, толстяки, стражи и новый вид монстров – собаки-мутанты, которые являются отсылкой к фильму «Нечто» 82-го года. Во время прохождения будут показывать заставки, где дьявол рассуждает о том, как он скоро выберется и будет править миром. В конце концов, мы приходим в место, которое само по себе является отсылкой к первой части. Она нас нападет за родыш в пузыре. Таких же производила мать. Во второй стадии он превращается в гигантскую личинку с огромной пастью, которая бьет током. После ее смерти спасаем Дэвида, а Маска говорит, что дьявол пытается высвободить энергию темного камня. Поспеши, глупец, иначе будет поздно. Пятый этап начинается в подземных катакомбах. Здесь нам встретятся все виды врагов, а в заставках покажут темный камень, и дьявол скажет, что будет править миром. Нам дается 15 минут, но это бессмысленно, время ни на что больше не влияет. Из катакомб выходим в сад, и там заходим в странную постройку. Внутри она похожа на космический корабль из фильма «Чужой». Дизайн явно вдохновлен работами Ганса Гигера. В первой же комнате встретим нашего двойника, который рассыпется как пепел, и слышим злой смех. Это отсылка к зеркальным двойникам из первой части. Здесь мы встретим новых врагов. Левитирующие обрубки, накрытые тряпками. У них две стадии. В первой могут становиться неуязвимыми. Во второй с них слетает одежда, а из их тела вырывается огромная рука. Это отсылка к первым зловещим мертвецам. Дойдя до отметки на карте, видим, что дьявол распечатал камень, несмотря на то, что Рик спас Дэвида. И с помощью этой силы выбрался на волю. Он не такой большой, как был во второй части. Атакует, стреляясь синими шарами, и бьет молнией, если к нему близко подойти. А во второй стадии из его тела появляется голова демона из второй части. После нашей победы дьявол развалится на куски, а маска похвалит Рика. Итак, маска нас обманула. Она это планировала заранее. Как и в первой части, дух маски выходит и вселяется в останки дьявола. Все это превращается в некое подобие пора Рика. Дух атакует нас энергетическим выстрелом в виде головы и огненными вспышками. Во второй стадии он превратился в гигантскую копию маски, надетую на кусок плоти. Она может телепортироваться, стрелять шипами и атаковать призраков. После того, как мы победим, нам покажут одну из четырех концовок, которые зависят от того, кто остался в живых. Если умрет Дженнифер, Дэвид или они оба, перед смертью маска будет смеяться над Риком и скажет, что пока их человеческие страдания, она продолжит существовать. А после разлетится на куски. И дальше, если умерла Дженнифер, покажут, что настало утро, а дьявол был изгнан назад под землю. Дженнифер существует только в памяти Дэвида и Рика. В финальной сцене Дэвид спросит у Рика, где мама. И игра закончится. Если умер Дэвид, все будет то же самое, что и Дженнифер, только в конце она спросит у Рика, где Дэвид, а после выкликнут нет. Если умрут оба, то Рик стоит один под тяжестью своего несчастья. Его семьи больше нет. Он смотрит на фотографию и говорит, один, совсем один. Единственная хорошая концовка, когда Рик и Дженнифер выжили. Нам покажут маску, которая говорит, что не может видеть, не может слышать и умирает. А Рик возвращается к своей семье. Эта концовка считается каноном, и официальная игра заканчивается именно так. Третья часть изменила концепцию оригинала, что пошло ей только на пользу. А нелинейность и различные концовки сделали игру более реиграбельной. Она стала более лояльна к новичкам, хоть и не стала простой, и вечное тиканье таймера напрягает. Но по факту, Splatterhouse 3 проходится проще первых частей. Из-за множества тактик борьбы с врагами и бесконечных продолжений, а в крайнем случае всегда можно выставить изи, и играть не напрягаясь. Интересный дизайн окружения и врагов вкупе с отличной графикой делает Splatterhouse 3 одно из лучших игр на Sega. А главное, это вернулась грустная напряженная атмосфера оригинала. Сюжеты его подачи вышли на новый уровень, и теперь не просто для галочки. За ним интересно наблюдать и сопереживать героям. Есть лишь одна претензия. Игра преступно короткая. По сути, в ней всего лишь пять этапов. А шестой – битва с боссом. Скорее всего, Now Production просто не успели воплотить в жизнь все, что хотели. Отсюда и финальный сюжетный поворот с предательством Маски, копирующий первую часть. Но несмотря на это, игра уникальна, и, пожалуй, лучший хоррор на платформе. Теперь о региональных различиях. В самой игре различаются названия. Splatterhouse 3 в Японии и Splatterhouse 3 в Штатах. В американской версии в начале игры есть туториал, в котором Маска объясняет, как играть, что ломает четвертую стену с самого начала. В японке этот кусок вырезан. Похоже, в намка посчитали, что японцы сообразительны американцев. И сами все поймут. Остальное, что касается сюжета, практически идентично. Главное отличие в мануалах. В японском мануале написана завязка, которую я озвучил в начале ролика. Рик сломал печать, оттуда вылезли злые боги, и теперь хотят выпустить своего повелителя с помощью камня и ритуала. В американской мануале этого не было, и игроки узнавали сюжет только по мере прохождения из рассказов Маски. Зато теперь описана довольно интересная история о том, что между второй и третьей частью Рик пошел работать на Уолл-стрит, где заработал много денег и купил себе в Коннектикуте большой красивый дом. Завел ребенка и начал потихоньку забывать весь пережитый ужас. Но вот однажды ночью ему снится кошмар, в котором к нему является Маска ужаса, и говорит, что пришло время повеселиться и устроить кровавую баню. Он проснулся в ужасе, рассуждая о том, что Маска вернулась, и пошел прогуляться посреди ночи. Увидев, что начинается гроза, понял, что все произойдет именно сегодня. Самое интересное, что наши русские парни придумали свою версию, как Рик заработал на особняк. Я не знаю, кто заполнял страницу Splinterhouse 3 на Википедии, но там написано, что Рик стал достаточно успешным в Коннектикуте ученым и преподает археологию, историю древних цивилизаций в одном из университетов этого штата. Достойная работа Рика позволила семейству обзавестись большим особняком на честно заработанный. Эта версия распространена только в русскоязычной части интернета, и некоторые даже использовали ее, делая свои обзоры. Естественно, никто в Японии или Штатах про такое даже и не слышал. Вообще, я считаю, довольно странной идеей покупать большой особняк, когда твоя психологическая травма связана именно с такими домами. Ну и главное отличие версии – это игровой баланс. Он абсолютно разный. В американской версии нам дается меньше времени на прохождение. В первых двух этапах 6 минут вместо 8, в третьем и четвертом 7 минут вместо 10, и в пятом 10 вместо 15. Также суперудары теперь выполняются сложнее. В Японке они выполнялись нажатием двух кнопок – B и C вместе. Тут же нужно нажать назад-вперед-назад-B. Кому-то может показаться, что американка стала из-за этого сложнее, но есть одно преимущество, делающее американскую версию легче в разы, даже с такими изменениями. Теперь суперудар с разворота наносит максимальный урон. В Японке он очень слаб и равноценен обычному удару кулаком. Тут же он наносит чудовищный урон, а во время его выполнения Рик не уязвим. Таким образом игра в легкую проходится, используя только его. О форме повара Априка – мутант Рик в американском мануале. Суперудар не отнимает энергию. Можно так же, как и с вертушкой, тупо спамить его, моментально уничтожая врагов. Большинство обычно так и проходит эту версию. По моему личному мнению, японская версия лучше, так как играть в нее интереснее, в ней нет смысла делать одну и ту же вертушку, так как она слаба. А в режиме повара Априка энергии хватает всего на пару-тройку суперударов. Это заставляет пользоваться всем арсеналом приемов Рика и подбирать оружие, делая прохождение разнообразнее. А увеличенный лимит времени дает получше исследовать особняк во время прохождения. Ну и напоследок немного интересных размышлений. Сначала я подумал, что сюжет с Паттерхаус 3 был частично скопирован с чернокнижника Армагеддон, но казалось, что он вышел через полгода после игры. И это странно. В игре злые боги, вылезшие из бездны, хотят освободить своего повелителя из мира мертвых, дьявола, используя камень, в котором заключена черная магия, в ритуале во время лунного затмения. В чернокнижнике сын сатаны, выбравшийся из ада, собирает магические камни, в которых заключена страшная сила, способная освободить сатану. В финальной сцене действие происходит во время затмения. В ритуальном круге с помощью камней открывается портал, из которого вылазит сатана. Он крупного размера, черной и синей обводкой, прям как Дьявол с Паттерхаус 3. Очень странные совпадения. Магические камни, затмения, ритуальный круг, синий дьявол. По атмосфере этот фильм не всегда напоминал именно эту часть игры. Совпадения очень интересные. Также в 2010 году вышло переосмысление серии, и в его состав входила оригинальная трилогия. Для третьей части были перерисованы заставки с живыми актерами. Скорее всего это случилось из-за проблем с правами на использование фотографий. Ну и собственно это все о третьей части. Продолжение следует. Не забывайте ставить лайки и подписываться, чтобы не пропустить следующую часть. Субтитры сделал DimaTorzok